Друзья, дорогие, мы сейчас, сидя в гримёрке, очень огорчились, но не огорчились, а как-то немножко обиделись за то, что у нас здесь в перерыве звучат новогодние буржуйские песни, а отечественные никакие не звучат. И вот сегодня мне попалось прекрасное от Фейсбука, кстати, друзья, есть не только вред, но и польза. Сегодня мне попался рассказ о том, как была сочинена самая главная новогодняя российская песня. Стишок в 1903 году опубликовала в детском журнале молоденькая гувернантка Раиса Гидроиц, скрывшись под инициалами АЭ. Она много писала для детей и всегда пряталась под инициалами, стеснялась. Спустя два года стишок увидел Леонид Бекман, агроном. В его семье только что родилась вторая дочка Оля. На радостях он сел за рояль. Да, агрономы иногда музицировали. Для жены и старшей дочери быстро сочинил мелодию на текст «Ёлочки». Известна точная дата – 17 октября 1905 года. Трогательные совпадения. В этот же день Николай II издал знаменитый манифест об учреждении Государственной Думы. Жена Бекмана потом записала ноты и даже выпустила песенку в сборнике с другими песенками. Семья была креативной. Так лошадка Махноногая и двинулась в народ. А та самая Оля, в честь которой была сочинена мелодия, умерла в 1997 году, всего 20 лет назад. Но Раисе Гидроиц потом пришлось доказывать свое авторство. К тому же она вышла замуж за князя Кудашева, у которого служила гувернанткой, и взяла его фамилию. После революции бывшая княгиня стала библиотекаршей. Есть легенда, как во время войны тихая старушка Кудашева явилась в Союз писателей попросить себе паёк. И едва сообщила главе Союза Фадееву, что она автор «Елочки», тот изумился, даже выскочил в коридор с криком «Вы знаете, кто у меня сидит?» Паёк тут же выписал. Раиса Кудашева дожила до 1964 года. Детей у нее не было. Уже летали космонавты и гремели роллинги, а автор старинной песни жила себе в Мажоровом переулке в доме 4-6, который стоит и сейчас. На нем, конечно, нет никакой мемориальной доски. Да и как бы выглядела эта доска? Тут жила автор «Елочки». Именно так, потому что зимой и летом стройная знает каждый в нашей стране. Каждый. Предлагаю спеть на родостях. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная зеленая была. Зимой и летом стройная зеленая была. Метель ей пела песенку, спи, елочка, бай-бай. С ней мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Трусишка-зайка серенький под елочкой скакал. Порою волк, сердитый волк, с лесою пробегал. Порою волк, сердитый волк, с лесою пробегал. Чусь снег по лесу частому, под полозом скрипит. Лошадка махнаногая торопится, бежит. Лошадка махнаногая торопится, бежит. Везет лошадка дровенки, а в дровнях мужичок. Срубил он нашу елочку под самый корешок. Срубил он нашу елочку под самый корешок. Теперь она нарядная на праздник к нам пришла. И много-много радости детишкам принесла. И много-много радости детишкам принесла. Вот так вот. Ну, давайте мы тогда новогодние песни попоем сразу. Такие традиционные наши, которые всегда в Новый год в наших домах звучат. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме Незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только белых мокрых ломьев Быстрый промельк маховой И только крыши снега И кроме крыши снега никого Крыши снега никого И опять зачертят ини И опять завертят мной И прошлогодние уныньи И дела зимы иной И дела зимы иной Но нежданно по портьере Пробежит вторженье дрожь Тишину шагами меря Тишину шагами меря Тишину шагами меря Ты, как в будущность, войдешь Ты появишься из двери В чем-то белый, без причуд В чем-то впрямь из тех материй Из которых хлопья шьют Из которых хлопья шьют Никого не будет в дождь Кроме сумерек один Зимний день в сквозном проеме Незадернутых гордин, незадернутых гордин Мне нравится, что вы больны не мной Мне нравится, что я больна не вами Что никогда тяжелый шар земной Не уплывет под нашими ногами Мне нравится, что можно быть смешной Распущенной и не играть словами И не краснеть удушливой волной Слегка соприкоснувшись рукавами Спасибо вам и сердцем, и рукой За то, что вы меня, не зная сами Так любите За мой ночной покой За редкость встреч с закатными часами За наше негулянье под луной За солнце не у нас над головами За то, что вы больны Увы, не мной За то, что я, увы, больна не вами На тихорецкую застав отправиться Вагончик тронется, перрон останется Стена кирпичная, часы вокзальные Платочки белые, платочки белые, платочки белые Глаза печаль Начнет выпытывать купе курящие Про мое прошлое и настоящее Совру стрекорова, пусть удивляется С кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я С кем распрощалась я вас не касается Откроет душу мне матрос в тельняшечке Как тяжело на свете жить, бедняжечке Сойдет на станции и распрощается Вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется Вагончик тронется, а он останется И куплет, который в фильм не вошел Я на скамеечке сижу не грустно И только горочка в руках арбузная Ну что с девчоночкой такою станется Вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется Вагончик тронется, перрон останется Вагончик тронется, вагончик тронется Ну еще, кино Ну так сладокон Труба трубит, откинут полук И где-то слышен сабельзон Еще ракочет голос струнный Но командиру же в седле Не обещайте, деви, юной Любови вечной на земле Не обещайте, деви, юной Любови вечной на земле Напрасно мирные забавы Продлить пытайтесь смеясь Не раздобыть надежной славы Покуда кровь не пролилась И как несладок мир под луны Лежит тревога на челе Не обещайте, деви, юной Любови вечной на земле Не обещайте, деви, юной Любови вечной на земле Течет шампанской рекой И взор туманится слегка И все как будто под рукою И все как будто на века Крест деревянный и чугунный Назначен нам в грядущем гле Не обещайте, деви, юной Любови вечной на земле Не обещайте, деви, юной Любови вечной на земле Не обещайте, деви, юной Не обещайте, деви, юной К нам пришли зрители с малышом С маленьким И попросили спеть колыбельную Что логично Михаила Щербакова колыбельную С удовольствием мы это сделаем Да, и кстати о малышах Хочу вас пригласить с вашими малышами Детьми, внуками, сестрами, братьями 2 января буквально в этот зал Здесь с Дмитрием Богдановым Мы будем петь детский концерт Вот, приходите, не пожалеете Приводите своих, всех знакомых детей Спит Гавана, спят Афины, спят осенние цветы В Черном море спят дельфины В Белом море спят киты И подбитая собака Улеглась под сонный куст И собаке снятся знаки зодиака Сладковатый нафту Старая рампа Гаснет рампа Гаснет лампа У ворот День уходит Ночь приходит Все проходит Все пройдет Путь не длинный Не короткий Посвист плетки Запах водки Кратковременный Начлет Скрипы сосен Корабелях Скрипы песен Колыбель Дальний берег Прошлый век И повис туман Горячий на незрячих фонарях И поет певец Бродячий о далеких островах О мазуриках фортовых О буханской чайхане И о грузчиках фортовых И немного обо мне И о том, что кто-то бродит И ищет счастья Не найдет И о том, что все проходит Все проходит Все пройдет Век прошел Век прошел У нас все тоже Ночь прошла Прошел Прохожий Путник дальше Захромал Смолк петь Ушла собака Только знаки Зодиака Да дождинок Бахромал Ах, роман День уходит Ночь приходит Все проходит Все проходит Все проходит Все пройдет А-а-а-а Хорошо Прямо сейчас я спою Просит петь Песню из кинофильма Свистать всех наверх Цепи и корей Не знаю Сейчас попробую Я сейчас настрою Да Это все-таки Композитор зацепен Надо настроить гитарку Композитор зацепен Египет Прямо сейчас Прямо сейчас Зацепен Петера Попевайте. Эту песню все пели в детском хоре. Цепи якорей звенят в порту, Верят корабли в мою мечту. Всем ветрам назло я спешу назов. Дальних неизвестных островов. Снятся часто мне по ночам тельщины. Снятся чайки и мачты бригантины. И след мой волною смоет, А я на берег с утра приду опять. Моря, ты слышишь, море, Твоим матросом хочу я стать. Море подари свои шторма, Пусть до самых звезд летит карман. По лубу качай, с ног сбивай меня, Брызгами солеными звеня. Знаю, можешь ты черным быть И синим морем морем морем, Море стать, помоги мне сильным. След мой волною смоет, А я на берег с утра приду опять. Море, ты слышишь, море, Твоим матросом хочу я стать. И еще одно произведение тоже из детско-юношеского, тогда сразу мы вдогонку споем, по ассоциации из детско-юношеского кино, это точка-точка запятая. Юлий Ким, Геннадий Гладков. Точка-точка запятая, Вышла рожица смешная, Ручки, ножки, огуречек, Появился человечек. Что увидят эти точки, Что построят эти ручки, Далеко ли эти ножки уведут его? Как он будет жить на свете, Мы за это не в ответе, Мы его нарисовали только и всего. Что вы, что вы, это важно, Чтобы вырос он отважным, Чтобы мог найти дорогу, Рассчитать разбег. Это трудно, это сложно, Но иначе невозможно, Только так из человечка выйдет человек. Впрочем, знают даже дети, Как прожить на белом свете легче. Этого вопроса нету ничего, Просто надо быть правдивым, Благородным, справедливым, Умным, честным, сильным, добрым, Только и всего. Как все просто удается На словах и на бумаге, Как легко на гладкой карте Стрелку начертить, А потом идти придется Через горы и обраги, Так что прежде человечек Выучись ходить. Как чудесно, что однажды получается То, что раньше не умел, Но тотчас же вдалеке обозначается Недостигнутый предел. И опять идешь, пока не одолеешь, И конца пути не видно, Но зато будет час, настанет время, И однажды ты сумеешь То, что не умел еще никто. Точка, точка, запятая, Два кружочка вместо глаз, Точка, точка, запятая, Это кто-нибудь из вас? В добрый путь, в дорогу, Требует отваги, И мечта зовет искать и находить. Ты поднимешься на горы И пройдешь через овраги, Только прежде выучись ходить. Точка, точка, запятая, Как хорошо у нас кинотема пошла. Давайте продолжим. На крылечке твоем Каждый вечер вдвоем Мы по долгу стоим Расстаться не можем на миг. До свидания скажу, Возвращусь и хожу, До рассвета хожу Мимо милых окошек твоих. И сады, и поля, И цветы, и земля, И глаза голубые Такие родные твои. Не от солнечных дней, Не от теплых лучей Расцветают от нашей Горячей и светлой любви. Если надо пройти Все дороги, пути, Те, что к счастью ведут, Я пройду, Мне их век не забыть. Я люблю тебя так, Что не сможешь никак. Ты меня никогда, Никогда, никогда Разлюбить. Ты говоришь мне о любви, А разговор напрасно начат. Слова я слушаю твои, И ничего они не значат. Может, ты на свете лучше всех, Только это сразу не поймешь. Одна снежинка, Еще не снег, Еще не снег, Одна дождинка, Еще не дождь, Одна снежинка, Еще не снег, Еще не снег, Одна дождинка, Еще не дождь. Когда-нибудь, Но не теперь Придет любовь, Чтоб стать судьбою, Придет, как ливень, Как метель, Все заслонив, Все заслонив вокруг собою. Может, ты на свете лучше всех, Только это сразу не поймешь. Одна снежинка, Ещё не снег, ещё не снег, одна дождинка, ещё не дождь. Но, может быть, вдруг я сама тебе в глаза взгляну иначе, И станут вещами слова, что ничего пока не значат. Может, ты на свете лучше всех, только это сразу не поймёшь. Одна снежинка, ещё не снег, ещё не снег, одна дождинка, ещё не дождь. Одна снежинка, ещё не снег, ещё не снег, одна дождинка, ещё не дождь. Ну, уж, коль скоро мы тут самое любимое поём, Давайте вспомним на стихи Николая Заболоцкого. Целый день стирает прачк. Муж пошёл за лодкой, На крыльце сидит собачка с маленькой бородкой. Целый день она таращит умные глазёнки. Если в доме кто заплачет, Загрустит в сторонке. А кому сегодня плакать в городе Тарусе? Есть кому сегодня плакать, девочки Марусе? Опротивели Марусе петухи да гуси. Сколько ходит по Тарусе, Господи Иисусе? Петухи да гуси эти, Больше б не глядели. Петухи да гуси эти, Больше б не глядели. Ох, как худо жить, Марусе, В городе Тарусе. Петухи да гуси, Господи Иисусе. Ну, раз уж я встала, давайте Володе Васильеву попоём. Владимир Васильев – удивительный автор из города Харькова. Всегда, когда есть возможность познакомить зрителя с его творчеством, мы никогда эту возможность не упускаем. На стихи Дмитрия Быкова сейчас, как бы, композиторская работа Владимира Васильева. «Стрекоза и муравей». Вы помните, да, басню, как муравей невежливо отнёсся к стрекозе, послал её плясать. Она ему отвечает. Да, подлый муравей, пойду и попляшу, и больше ни о чём тебя не попрошу. На стёклах ледяных играет мёртвый глянец, зима сковала прут, а вот и снег пошёл. Смотри, как я пляшу, последний стрекозёл. Смотри, уродина, на мой прощальный танец. Ах, были времена под каждым мне листком. Был столик, вазочки и чайник со свистком. И радужный огонь, расистого напитка. Мне только то и впрок в обители мирской, что добывается не потом и тоской, а так из милости, задаром от избытка. Замёрзли все цветы, ветра сошли с ума. Все, у кого был дом, попрятались в дома. Согбенные рабы соломинки таскают. Мы, ж неспособные к работе и борьбе, умеем лишь просить, пусти меня к себе. И гордо подыхать, когда нас не пускают Когда-нибудь в раю, где пляшет в вышине. Весёлый рой теней, ты подползёшь ко мне Худой, мозолистый, угрюмый. Больши роты, с завистью следя. Воздушный мой прыжок, попросишь стрекоза, Пусти меня в кружок, а я тебе скажу. Пойди-ка, поработай. А теперь три романса. Три романса, не пугайтесь. Три романса Владимира Васильева не так много, потому что они все, каждый секунд по 20 примерно. Вечером вы ожидали полковника, Гром доносился военных музык. Выдвинул челюсть комод на полкомнаты, Высунув платье в огрянный язык. Сердце манило в объятья сладкий разум, В объятья того, что не мил. Двинуло ящик божественной пяткой, Лязгнул комод, язык прищемил. Романс второй. Под вечер, предвкушая водку, Два утомленных скрипача, Брели вонючую селедку За хвост колючий влача. Селедка головой мотала, И губы на бок своротив. Романс негромко напевала, Перевирая чуть мотив. О, Боже, как же я забыла! И дали боль, и ночью волну, Но тут ей пылью рот забила, И дали боли ничего. Романс третий, дидактический Говорят ему, брось читать Муму, Чай уже не махонький, Вырос ушла пух, над губою пух, В женихе пора. По чужим дворам, только шум и гам, Хихоньки да хахоньки, Взял бы хоть топор, Порубил дрова на траве двора. И вообще, Егор, говорят в упор, Глупые родители, Надо все равно знать бы хоть одно, Дело до путя. Он схватил топор, И с тех самых пор только его видели. Не ругай Муму, Не пари Муру, Не кори дитя. Еще одна миниатюра Владимира Васильева, В которой Евгений Николаевич Выступит в качестве солиста. Он будет петь. Это какая будет миниатюра? Ну, как петь? Чтобы я готов был. Корабли. Корабли. Хорошо. Подставлю микрофон поближе. Ну, не пугайтесь. Вчера мы в институте выступали, Там мне микрофона не хватило. И я как-то так без него обошелся, И все остались живы. Сегодня шансов у вас меньше, Поэтому, когда вступлю, Вы не пугайтесь. Чуть-чуть потерпите, Все образуется как-нибудь. Пожалуйста. Корабли на причанах ржавеют от спячки, Белошвейки, цареврны, рыбачки и прачки Выбегают на берег ладонь козырьком, Где он суженый ветром попутным брюхатый, Облака кучевые плывут, как фрегаты. Взглядом суженным девы скребут горизонт. Никого в направлении песчаных барханов, Мимо них пронеслось стадо диких мужланов. Табаком, резким потом, густым перегаром В нос ударило девы, воскликнули срам, Нам подобных сокровищ не надо и даром. И пошли по пескам, по следам. Да, и еще одна маленькая сказочка Володи Васильева «Царевна лягушка». Там Евгений Николаевич тоже солирует. Всякий раз. Ну, не всякий. Ну, расскажу пару анекдотов, Которые у них так болтались вот так вот в моей жизни. Ну, наша программа называется «Диалог у новогодней елки», понимаете? Ну, когда появилась эта песня, Все встало на свои места. Анекдот первый, который услышал, Может быть, лет 20 назад. Второй лет 10. И вот года лет 5, наверное, да? Спасибо. К счастью. Первый анекдот. Иван Царевич. Стрела, там лягушка находит ее. Она говорит, Поцелуй мне, Иван Царевич, Я девица прекрасной оборочусь. Он ее поцеловал, Она, правда, девица и оборотилась. И такая у них любовь. Прямо как в сказке. А на утром он просыпается, Рядом смотрит, опять лягушка. Он так взял ее за лапку. Удобная вещь. Положил в карман. Шли годы, ситуация повторилась. Опять стрела, лягушка. Она говорит, Поцелуй мне, Иван Царевич, Я девицей прекрасной оборочусь. Он сел напротив на камушек, Говорит, видите ли, лягушка. В жизни каждого мужчины Наступает такой момент, Когда ему нужна просто Говорящая лягушка. Ну и теперь песня. Из лягушки она превращалась В девушку. Ой, не доцеловал. Кожа у нее теперь зеленоватая, Глаза чуть на выгоде, А так ничего. Ты не печалься, царевич Иванушка, Говорит ему девушка. Это ничего, Что спина у меня пупырчетая, Зато ноги прыгучие. Не доцеловал. Никогда не оставляйте на потом, Что можно сделать сейчас. Еще одна сказка Володи Васильевой, Ну, она очень известная. Это один из двух его хитов. У него два хита, Все на руках. Это когда я был щенком И верил в грезы детства. Каждый эту песню Край муху дослышал. И вот эта песенка ткачей, Написанная для сказки «Голый король». Когда глаза таращат страх, Решается не всяк. Набравшись смелости, Сказать я вижу, Это так трусливый Замирает дух. Куда надежней тонкий нюх, Когда приходится всерьез Решать одно из двух. Либо ты дурак, Либо не на месте, Либо не на месте, Либо ты дурак, Либо ты дурак, Либо не на месте, Либо не на месте, И дурак. Привольно дерзким Ловкачам у короля служить, Легко искуснейшим ткачам, Комзол из листья сшить. Придворный люд Всегда готов Носить его без лишних слов, Но голым голову назвать. Ищите дураку. Либо ты дурак, Либо не на месте, Либо не на месте, Либо ты дурак, Либо ты дурак, Либо не на месте, Либо не на месте, Либо он дурак Либо он дурак Но все вопросы Открыто отвечают Что наша жизнь Игра И кто ж тому иной Что я увлекся Этой игрой Но перед кем же Мне извиняться Мне предлагают Я не смею отказаться И разве мой талант И мой душевный жар Не заслужили Скромные гонорад Пусть весит ветер жестокий В тумане жительских морей Белеет мой парус такой Одинокий на фоне стальных кораблей Ну согласись, какая прелесть Мгновенно в яблочко попасть почти не целясь Орленный взор, напор, изящный поворот И прямо в руки запретный плод О, наслаждение, скользить по краю Замрите, ангелы, смотрите, я играю Моих грехов разбор, оставьте до поры Вы оцените красоту игры Пусть весит ветер жестокий В тумане жительских морей Белеет мой парус такой Одинокий на фоне стальных кораблей Но в луну я не разбойник и не апостол И для меня, поверьте, тоже все непросто И очень может быть, что от забот моих Я посидею раньше остальных Но я не плачу и не рыдаю Хотя не знаю, где найду, где потеряю И очень может быть, что на свою беду Я потеряю больше, чем найду Пусть весит ветер жестокий В тумане жительских морей Белеет мой парус такой Одинокий на фоне стальных кораблей Белеет мой парус такой Одинокий на фоне стальных кораблей Евгений Быков Спасибо, дорогие друзья Я бы пригласила вас на ближайшие концерты Если бы на них были билеты Ближайший будет Нурдост Мы будем петь концертную версию Мюзикл Нурдост с артистами премьерного состава 31 декабря Ну, может быть, можно будет Это я зря рассказала, потому что билетов нет А вот на второе число билеты еще есть Это будет традиционная наша спевка Как Дима Богданов называется Опохмел пати То есть люди приходят с второго числа Чтобы хором попеть песен С книжечками, с текстами Это называется «Споемте, друзья» Второго числа мы вас ждем Ну и детский концерт будет второго днем Приходите Ноль плюс у нас Детский концерт ноль плюс Вот как вот сегодня Прямо Давайте завершим этот вечер на такой А детский в три Детский в три Приходите обязательно Можно даже без детей Ну, давайте попрощаемся Опять же, песни из любимого кинофильма Авторы те же Давайте не громко Давайте в полголоса Давайте простись Светло Неделя другая И мы успокоимся Что было, то было, прошло Конечно, ужасно Нелепо, бессмысленно Ах, как бы начало вернуть Начало вернуть Невозможно, немыслимо И даже не думать Забудь Займемся обедом Займемся нарядами Запомним заботами быть Так легче, не так ли? Так проще, неправда ли? Не, правда ли, меньше болит Не будем хитрить И судьбу заговаривать Ей, Богу, не стоит труда Да-да, господа Не обойсь никогда-нибудь А больше уже никогда Ах, как это мило Очень хорошо Плыло и уплыло Было и прошло Было и прошло Спасибо Спасибо С наступающим! Спасибо Если у кого-то еще нет Новогодних подарков для друзей Они есть у Евгения Николаевича Можете у него спросить Он вам их продаст Недорого Спасибо Спасибо Спасибо